Ошибка. Вы не авторизованы. Пишет тебе игрушечка Terra. В 99% случаев эта ошибка связана с тем, что твой IP-адрес был забанен серверами Terra. Как правило, этот бан временный и длится несколько дней. Соответственно, для решения этой проблемы, тебе можно попробовать перезагрузить роутер, модем или то устройство через которое ты выходишь в интернет. Но прежде чем это сделать, зайди на сайт 2ip.ru и посмотри, какой внешний IP у тебя в данный момент. После перезагрузки модема, то есть выдернув его из розетки на минутку и воткнув обратно, еще раз загрузи эту страницу и посмотри, не изменились ли там цифры. Если цифры изменились, значит внешний IP у тебя сменился. Это может произойти в том случае, если у тебя динамический IP-адрес. Как правило, при перезагрузке модема он получает новый адрес. В худшем случае, за одним IP-адресом сидит несколько абонентов одного и того же провайдера, и он не меняется, хоть ты обосрись. В этом случае, лучшее, что ты можешь сделать, это покормить провайдера еще чуть-чуть, купив у него услугу выделенного, то есть белого IP-адреса. Подчеркиваю, это единственный способ получить выделенный IP-адрес, который будет статическим, то есть он, во-первых, не будет меняться, а во-вторых, он будет принадлежать только тебе, и за ним не будут скрываться все остальные абоненты в твоем микрорайоне. Просто в интернетах есть видосы от всяких школьников, которые утверждают, что статический IP-адрес можно бесплатно сделать с помощью сервисов динамического DNS, типа NoIP, DDNS. Их даже, блядь, не смущает, что они пытаются сделать IP с помощью DNS, потому что в школьной башке это, блядь, сука, синонимы. Видимо, потому что сайт называется NoIP. IP и DNS — это диаметрально противоположные вещи. Так вот, IP-адрес состоит из цифр. В случае IP шестой версии еще и из буков. А DNS состоит только из буков. DNS — это имя домена. И, кстати говоря, за одним доменным именем может быть несколько IP-адресов, и наоборот, на одном IP-адресе может висеть сразу несколько доменных имен. Или доменных, как правильно, домен или домен. Соответственно, что делает DIN DNS, NoIP и тому подобные сервисы? Они тебе дают доменное имя, то есть DNS имя, и специальный обновлятель, который может быть в виде программки на компьютер, либо большинство современных роутеров прямо в прошивке поддерживают работу с этими сервисами. Соответственно, в тот момент, когда твой IP-адрес обновляется, эти программки-агенты просто обновляют его на стороне DIN DNS. Получается что-то типа справочной, куда ты каждый раз обращаешься, когда тебе нужно узнать, какой же в данный момент IP-адрес. И поэтому, когда ты оставляешь вместо своего адреса не цифры IP-адреса, а адрес DNS, то есть доменное имя, оно всегда указывает на твой IP-адрес, потому что этот агент его обновляет в случае, если IP-адрес изменился. То есть еще раз, для тупых, использование DIN DNS сервиса не делает твой IP статическим. Более того, по DNS можно зайти только к тебе на компьютер снаружи. И только в том случае, если тот сервис, через который к тебе пытаются подключиться, ну, например, клиент онлайн игры, позволяет вводить DNS, то есть доменные имена, а не жестко завязан на цифровые IP-адреса. Твои исходящие соединения, то есть от тебя в интернет к другим серверам, как шли с динамического IP-адреса, так и идут. Короче, общий итог, сервисы DIN DNS и NoIP не помогут тебе сделать статический IP-адрес. Это может сделать только твой провайдер, и, как правило, это платная услуга. Помимо временного бана IP-адреса, другая возможная причина появления этой ошибки заключается в особенности предоставления интернета современными провайдерами. Они используют так называемый NAT. Это то, о чем я уже говорил, когда за одним IP-адресом прячется сразу несколько десятков, а то и сотен абонентов одного и того же провайдера. Так вот, этот внешний IP-адрес может эпизодически меняться. У провайдера есть несколько IP-адресов, и они могут по каким-то причинам обновляться. Соответственно, что может произойти? Ты авторизировался, когда был другой IP-адрес, потом он сменился на стороне провайдера, но игра-то об этом не знает, и ты-то авторизован по старому IP-адресу. Отсюда ошибка авторизации. В этом случае тоже нужно просто передернуть интернет. То есть перезагрузить роутер, если ты используешь его для доступа в интернет. Если же кабель воткнут напрямую в компьютер, то перезагрузить компьютер. Еще одним возможным решением проблемы является использование VPN-подключения. То есть при прохождении сигнала через VPN-туннель, IP-адрес, разумеется, сменится на адрес выходного сервера этого самого VPN-а. В некоторых случаях бесплатными воспользоваться не получится, потому что из-за того, что у бесплатных сервисов много халявщиков, их выходные IP-адреса давно уже всем известны и тоже нахуй забанены. Поэтому тебе придется покупать свой VPN, либо арендовать виртуальный сервер и городить VPN на нем. После чего на компьютере настраиваешь подключение через VPN и уже играешь. При этом будут, разумеется, лаги, потому что VPN в любом случае медленнее, чем прямое подключение к интернету. Я бог ютуба. Лайк, подписка, бубенцы.